Привет всем, кто только попал на мой канал. Привет мои друзья, которые наблюдают и со мной уже больше полтора года. Я всем рада. Спасибо вашим армии, моей поклонникам. Спасибо, что вы подписываетесь. Подписывайтесь на мой канал. Если вам будет интересно, вы останетесь со мной. Я женщина уже с хорошим возрастом, много читающая. И просто рассказывая то, что я приобрела, какой опыт я приобрела за свою жизнь, вот такой передаю иногда вам. Сегодня у меня будет тема такая. Как же воспитать девочек? Как воспитать мальчиков? У меня была уже тема. И у меня немножко отступление от моего разговора. Я начала развивать какие-то семейные темы. И если вы хотите понять мою позицию, тогда посмотрите все видео от начала до конца. Каждое мое видео связано друг с другом. Если я где-то сказала, что мужчины есть плохие, так я потом их защитила, что есть и хорошие. Если я сказала, что много разводов, я потом защитила, что есть хорошие браки. Если я вам рассказала, как воспитывать мальчика, чтобы вы имели хороших дальше мужей, вы воспитываете своих мальчиков правильно. И тогда и мужья будут правильные. Мне задали вопрос. Вот пока мы переступим к воспитанию девочек, у меня сегодня тема будет такая. Я хотела сказать, ответить на один вопрос. Мне задали вопрос, а куда делись наши мужчины? Их очень мало осталось. Вот таких вот воспитанных, вот таких, которые любят женщин, боготворят её, ценят, уважают. Я вам скажу только так. Процентов 50-60 испортило их время. Мы попали в 90-е, я говорю за свой возраст. Мы попали в 90-е, когда мужики, они просто ушли в запой все. Потому что вот такого переворота никто не ждал. Мы не были готовы вот к этой вот избучке, что мы все разом остались без работы и без денег. И мужчины сразу упали в ком. Мужчины для того, чтобы как-то вот, они были, превратились многие в дрова. Покупали бутылку, только нажрутся с самого утра и хоть трава не драсти. Конечно, стали сильные женщины. Конечно, женщины свалили на свои плечи все обязанности. И работали, и деньги зарабатывали, и детей тянули, и мужчин этих тянули, которые, как вот я знаю, почти все потеряли работу. И редко кто поднялся вот с этой грязи и пошёл и начал приносить в дом какую-то прибыль. И я думаю, что вот это поколение уже не спасти. Если они до 60 дожили, и сейчас пришла пенсия, не пенсии, не зарплаты, не до двора, не кола, не двора, как говорится, не дома. Потому что женщины их тянут, тянут 20-30 лет, потом их просто бросают. И это нормально, это невозможно тащить вот этот мешок на своём горбу. Подняли детей, устроили детей, а вот этот вот чемодан без ручки, как я их называю. Так, чтобы мы перетерпим, я вижу молодёжь хорошая сейчас растёт, в моём окружении вся молодёжь хорошая. Ну вот, кто-то мне говорил там, что Марина, вы видите, всё через вот в 10 раз больше преувеличивайте. Да, может быть, я вижу всё через розовые очки, мне и на работе говорили, что я вижу одно хорошее. А скажите мне, пожалуйста, почему я должна видеть один негатив? Мне не хватает негатива в моей жизни, я ещё должна вот выйти на улицу и как губка вот хватать вот этот негатив, что на базаре поругалась с перекопщицей или в троллейбусе кто-то поругался, я должна тоже встревать. Я не хочу, я хочу видеть позитив, потому что мне так легче жить. И те, которые, вы знаете, можно меня оскорбить, можно мне написать плохой комментарий, вы меня оскорбите. И этим вы меня делаете сильнее. Одна воскресенье или две там оскорбили даже мою дочь, которая вот год будет, 17 августа, будет год, как мы похоронили королишу. Я одна вот такая вот, неужели вы думаете, вот этими словами вы себе сделаете хорошо? Да, вы мне сделали плохо. Она сказала, что как можно ненавидеть, так вы всё в розовых очках рассказываете, а ваша дочь так ненавидела вашу страну, что сказала, что даже мёртвая там лежать не хочет. Так разговор о том был, что детей вывозить. Каролинка не была меркантильной, Каролинка не была хапугой, у неё всё тут было. Она хотела вывезти детей, что в этом плохого. И она не сказала, что она ненавидит эту землю, поэтому не хочет. Она сказала, хороните меня в Германии, потому что дети оттуда не уезжали. Это нормальная страна, которая защищает интересы детей, интересы семьи. Семья молодые, там, которые женятся, они же застрахованы от всего. Дети получают такие пособия. Двое детей, это 800 евро. Девчонки, пособия. По 380 было раньше на ребёнка. Сейчас я не знаю, 400 или сколько, 100% поднялось. И если семья 800 из 4-х человек, двое детей получает деньги, и этих денег может быть мало. Но в некоторых регионах этого хватает, чтобы снять квартиру, чтобы снять себе жильё. Мама, папа работают. Почему моя дочка не хотела себе вот такого? Она мечтала вывезти этих детей. И поэтому она никогда не бегала, чтобы чё-то богатство прикарманить. Ну, не надо. Вы уже, давайте хотя бы, вы написали, а я проплакала до поздней ночи из-за этих слов. Я же знаю своего ребёнка, насколько она порядочная. Я знаю себя. Вы уже перешли на то, что я уже там какая-то там страшная. И когда я сказала, что да, нормально, я нормальная. Как начали уже идти плохие комментарии, я и вас блокирую. Вы не думайте, что я так много денег. Я почти ничего не имею. Больше 60% меня России смотрит, за которые не платят. И я вот... Мне люди нужны. Мне не столько нужны эти деньги, насколько мне нужно ваше общество. Спасибо этой армии, огромная армия девчонок, которые вытаскивают меня из этого болота, которые меня за уши просто берут и вытягивают меня из этого горя. Но я поняла, что там есть процентов 2-3, не больше, которые так хотят, чтобы я постоянно плакала. Их так радует, когда люди, вот они питаются только кровью. И если я в том видео немножко громче говорила, чем положено, то меня люди просили, говорите громче, вас не слышно. Я буду говорить, да, я, может быть, сейчас эмоционально, каждый день думаю о том, что через 3 дня я уже уезжаю. Годовщина моей девочки, мы её похоронили. И не дай бог вам попасть вот в такое горе. Не дай бог. Если вы хотите меня обидеть, лучше не надо. Я и так обижена. Не надо. И хотела ответить, там есть женщины из России, из разных республик. Я рассказываю о том, что я знаю. И если я вам сказала, что пенсия достойная, да, пенсия достойная. И вы, мои молдаванки, которые выходите вот сюда и пишете гадости, это вы пишете гадости. Те, которые просидели дома или брали в конвертах. Меня не интересует ваша судьба. Я вам не правительство, не пишите мне вот такие вот простыни, что, тут какие возмущения. У меня достойная пенсия. У меня пенсия равна зарплате. 18-го года, 2018-го года приравняли пенсию к зарплате. Но женщина должна иметь стаж 34 года. Вот по этому году будет, через год будет 34,5. И те, которые я 40 лет отработала. Я имею, зачем мне сейчас оставаться на работе, если я такую же пенсию получаю. У меня вот соседка, напротив, работала на молокозаводе, обычным бухгалтером. У нее 400 евро пенсия. У моей Насти 350. Зарплата. А у нее 400 евро пенсия. Вы хотите сказать, что плохая пенсия? Но надо было работать. У моей соседки, у другой, она директор или как, заведующая почты. Но почта такая, где вот двор и во дворе маленькие отделения почты. Маленькая-маленькая почта. У нее 500 евро пенсия. Максимальная пенсия, потолок, 500 евро. Больше просто, люди больше заработали по этим вот формулам. Но им поставили потолок, 500 евро и не больше. Зарплата 350-400. 500, если больше зарплаты, есть большие зарплаты. Так что давайте, вот девочки с России, с Белоруссии, со всех республик. Я тут не афиширую, что приезжайте в Молдавию, потому что, чтобы получить эту пенсию, надо было 40 лет так, как я, работать. И у меня маленькая была зарплата. У меня 300 евро была зарплата. 300 евро, 320, не больше. Девчонки, если хотите мне верить, верьте. Если не хотите верить, я что тут, на подиуме, чтобы меня рассматривали как красавицу, или чтобы мне хлопали в ладоши, да вот как у вас там хорошо. Я просто говорю о своем быте, мне нормально. Я горжусь своей пенсией. Я могу с этой пенсией посидеть дома и радоваться жизнью. Не ходить на ту работу. Сколько можно туда ходить. Теперь давайте, как воспитывать девочек. Как я воспитывала своих девочек? Каждого ребенка нужно воспитывать трудом. Меня никто не переубедит по-другому. Но никто не переубедит. Если я уходила на работу, я оставляла с вечера, им говорила. Но так, чтобы они не забыли, вот когда у них каникулы особенно, чтобы они не забыли, я на столе оставляла завтрак. И прикрыто вот каким-то колпаком этот завтрак. Все нарезано на столе. Дальше бабушка в обед их кормила. Или сами себе грели. Я оставляла список на столе. Оставляла запись. Королиша, ты делаешь это, это, это. Настя, ты делаешь это, это, это. Я скажу даже по мальчикам. Вот у меня Сашка 6 лет. Мы встаем все. И у Даньки с самого утра тренировки, у меня с самого утра уколы. Я захожу к нему и говорю, Сашка, ты убираешь постельку. Я ему показала, это все надо показать. Это надо неделю хотя бы, в каждый день с ним это делать, чтобы он понял, как это делается. И чтобы, что его хвалить надо, что он это сделал. И вытяни одеяло прямо на пол. Там ковер. У нас Кузя ходит, пылесосит через день у нас. И все чистенько. Вытяни одеяло или на кровать, на всю кровать. Или на пол. Сашке лучше на пол. Вытяни со всех, каждый угол поправь. Сделай квадрат. Потом начни вот так собирать. Конвертиком. Раз, два, конвертик. Три, конвертик. Собрали вот это. Потом раз, два, три, четыре. И получается вот такое вот. Разве ребенок это не может делать? Это может делать. И вы знаете, с каким он мы вчера пришли. Мы уходим. Ему задание. Сашка, ты убираешь постельку. И уносишь все к себе в комнату. На твою кровать. Все это складываешь. Я сделала фотографию и показывала всем моим соседям. Это Сашке 6 лет. Еще нету 6. В сентябре только будет. Так что и девчонок то же самое. Когда у меня Каролинка, Каролинка была на 8 лет старше моей Насти. И в основном все работы делала Каролинка. Но Настя тоже имела свои задания. Когда Каролинка вышла замуж, Насте было 11 лет. Каролинка почти в 19 вышла. И Настя, она уже начала делать уборки. Мы жили в квартире. Там папа мне поселил новый линолеум и поменял плинтуса. Но те плинтуса, вы помните, вот эти деревянные плинтуса, которые немножко шершавые такие. Папа мне как-то говорил, возьми наждачку и прошлифуй их хорошо. Я их, конечно, шлифовала, но не очень. Были там какие-то вот дырочки, пупырышки. И покрашены, конечно, коричневой краской, как у всех. Были эти плинтуса окрашены. И вот в этих дырочках всегда собиралась пыль. Я один раз Насте показала, что брать щеточку... Бери тазик, бери щеточку маленькую. У нас везде были такие маленькие щетки. И вам предлагаю, девчонки. Вот такие небольшие щетки и с ручечкой. Для мойки, для ванной комнаты. Очень хорошо этой щеточкой помыть мойку. На кухне помыть вилки, если у кого нет посудомойки. Посудомойка моет все. А если нет посудомойки, очень хорошо вот этой щеточкой промыть вилки. У нас везде они есть. Я ей сказала, возьми щеточку и помой плинтуса. Девчонки, это у нее в крови уже. Это она будет делать всю жизнь. Когда она вышла замуж и увидела ее свекровь, что она плитуса моет щеткой, она не могла нарадоваться. Какую, какая мне досталась вот хозяюшка, невестка. Да, действительно, они у меня хозяюшки. Дайте им задание. Надо вам купить молока и хлеба. Оставляйте на бумажке надпись, что оставляйте деньги, оставляйте запись. Купите хлеба, молока, там килограмм мяса или что, или 200 грамм колбаски. Дайте им задание. Вот Даня, он же может убрать двор. Может. Я уже раньше говорила. Он это делает. У него своя работа есть. И девчонок то же самое надо воспитывать. Как надо дальше воспитывать? Я воспитывала своим девочкам еще быть рукодельницей. У Каролинки это не получалось. Каролинка это все вот написать, она писала красивые стихи, читать книжку, делать хорошую уборку, печь хлеб, печь торты, печь пироги, печь плаценты, варить борщи. Вот она, ну прям, ну готовый был кулинар. А Настя у меня рукодельница. Если я вязала, и Настя вязала. Если я крючком, крючком и она вязала. Если я спицами, значит и она. Я шила, и она, но не очень. Мои девочки не очень любили шить. Я делала все. Мы, советские женщины, делали все. У нас никогда не было денег много, чтобы мы остановились и за все это заплатили. Что я еще хотела сказать. Как воспитывать девочку? Еще вот они подростки, да. У них начинаются какие-то симпатии. У них начинается любовь какая-то. Конечно, это должно быть. И кто-то, какой-то мальчик начинает носить портфель. Я их воспитывала только так, как воспитывали нас в Советском Союзе. Быть вежливой, быть благодарной за все. Постоянно улыбаться. Никогда не ругаться. Мальчиков хвалить надо. Если он тебе помог донести портфель, то ты его поблагодари за это. И потом вот они, началась любовь. Началась любовь у одной, а потом у другой. И вы знаете, я не знала, как воспитать. В этом смысле я уже, вы знаете, я как-то не знала, как объяснить девочкам, что сейчас же современный мир. Сейчас девочки уже, начиная там с 17-18 лет, они уже спят с мальчиками. И это спят все. У нас, конечно, не так. У нас где-то с 20 лет все это начинается. Настя вышла замуж рано. Тогда было время такое. Сейчас уже, вот я, я им всем говорю, моим племянницам, моей Валечке, Валя, к 30 годам будешь думать о замужестве. Она говорит, нет, бабушка, это уже я старой буду, после 26. Да, после 26 можно думать, если ты будешь готовая стать матерью, тогда выходи замуж. И то. Вот меня спрашивают, разрешать, как жить им? Сразу жениться? Можно спать до свадьбы или нельзя спать до свадьбы? Я своим девочкам говорила так. Я скажу открытым текстом. Я не любила своего мужа. Я его сильно уважала. Из моих видео вы можете увидеть. У меня была такая привязанность просто как к хорошему человеку. У нас не получалось ничего. Секс не получался абсолютно. Абсолютно. И он детей... Как вы сделали детей? Детей делать это не от большого ума ребенка можно сделать. Я же не буду вам показывать, что засунул-высунул и ребенок получился. Но женщину не так надо любить. Женщину надо любить, боготворять. А не делать ей мозоли. Я уже повторяюсь. И когда мои девочки выросли, я им так сказала. Ваш папа, он не знал, как женщину любить. Он... Ну никак. Ну никак. Ну не сошлось у нас абсолютно. И в сексе он был очень слабый. Не то, что слабый. Он вообще был никакой. Никакой. И сказать вам, что спите с мальчиками до свадьбы, я не могу, как мама. А запретить вам спать с мальчиками до свадьбы, я тоже не могу. Я вообще, я не вмешиваюсь в это. Но вы единственное. Вы не должны спать с каждым вторым. Вот с Плюс Васей, с Петей, с Колей и со всеми. Сегодня с одним, завтра с другим. Это очень плохое воспитание. Это очень плохое... Это поведение. Это поведение шалавы какой-то. Если у тебя будет парень, если вы долго будете встречаться, и прежде чем замуж выходить, я даже рекомендую поспать с этим мужчиной. И спите, живите гражданским браком. Я даже рекомендую, я предлагаю, я и Валюша так сказала, живите сначала гражданским браком год-два, притеритесь друг к другу. Это тот же брак, просто нет штампа в паспорте. И когда ты увидишь, поймешь, это твой человек или нет, только тогда заставляйте родителей тратиться. Какие свадьбы? У меня в Молдавии делаются такие свадьбы, там надо... Вот деньги, которые на квартиру, вот такие деньги тратятся на свадьбах у нас. Зовут очень большое количество людей и делают такой шик, такой шик, как на королевских свадьбах. Вот я вам честно говорю, там без 10 тысяч евро свадьбу даже не начинай. Там 15-20 тысяч евро надо, чтобы сделать свадьбу. И не надо родителей вот загонять вот в такие долги, не все же могут такие суммы собрать. Некоторые всю жизнь собирают, чтобы детям отыграть свадьбу. Я считаю, что это большая глупость. Свадьбы вообще никому не нужны, никому. Если вы сделали свадьбу, и на второе утро начинают родители между собой ругаться, что один больше положил, другой меньше, и ваши дети начинают делить кастрюли. У меня, у родственницы было так, что отыграли свадьбу, а к обеду, на второй день к обеду они делили все кастрюли. После, когда снимают фату, у нас дарят подарки, дарят посуду, постельное белье, там одеяло, все, все для дома, все для быта. И они к обеду уже делили все эти кастрюли, потому что они, родители поругались, чуть не подрались, что один больше потратил, другой меньше, и дети между собой начали ругаться, и к обеду, и после обеда, свадьба прошла, после обеда дети уже разошлись, все, и не жили никогда. Никогда. Вот вам и свадьба. Вот и соберите деньги всю жизнь, чтобы отыграть в такие свадьбы. Я считаю, что это очень большая глупость. Очень. Девочки должны быть порядочные. Девочки не должны давать каждому. Девочки должны спать только с теми мальчиками, которые считают их серьезными, которые вот встречаются долго и видят, что он предлагает жениться. Я предлагаю, чтобы они пожили без росписи год-два, чтобы посмотрели, притерелись друг к другу, а потом только заставлять родителей тратиться на это все. И я вообще против больших свадьб, девчонки. Я против. Идите, распишитесь. Сделайте в узком кругу, в ресторане. Позовите самых близких. Потому что родители, вместо того, чтобы я 10 тысяч евро потратила на свою дочку, для своей дочки на свадьбу, и соберу весь колхоз, и придут, и неизвестно, я соберу эти деньги или нет обратно, как обычно никто не возвращает свои потраченные деньги, тогда лучше соберите 20 пар самых близких людей. Отмечайте это дело в ресторане. Догуляйте до утра. Отдайте вы девочке своей или мальчику эти 10 тысяч евро. Один 10 тысяч, второй 10 тысяч. И смотрите, у вас уже однокомнатная квартира в кармане. Вот это моё мнение. И Валюше говорю, Валюша, только можешь спать с мальчиком. У Вали есть парень, очень хороший. И если они будут жениться, пока никто о женитьбе не говорит, она должна учиться. Это ещё лет 5-6. Им надо просто жить для себя. И даже Дорин сказал, если Дима хочет у тебя остаться, чтобы вы там не перепихались в машине или где-то, я же знаю, что уже 21 год девочке, мальчику 27. И лучше, если Дима хочет остаться, пускай остаётся. И я тоже. Кто-то сказал, что вы немножко по-другому уже мыслите. Вы более европейка. Да, я более европейка. Я не могу быть уже как в Советском Союзе. Мы уже, мы вообще тут на границе. Мы в Европе. Вы считаете, что мы в Европе? У меня румынский паспорт у нас. Смотрите, девочки. 2,5 миллиона жителей осталось в Молдавии. Из 2,5 миллиона 700 чем-то тысяч пенсионеров, 700 чем-то тысяч детей или студентов. Полторы тысячи, получается, иждивенцев. Мы же иждивенцы, можно сказать, государству. Нас надо кормить. И платят налоги только миллион. Из этого миллиона. И нам приравняли пенсию к зарплате. Приравняли, потому что таких, как я, которая 40 лет отработала на производстве и платили налоги, таких мало. И я не скажу, что тут нет работы. Но не хотят люди идти на работу. Я знаю, что из 90-х годов еще тянется. У меня город такой текстильный, можно сказать. Тут на каждом углу нужны швеи. Шьют, шьют все. Пальто, плащи, костюмы, мужские, женские, все шьют. Вяжут, все, все. И две фабрики огромные. Огромнейшие две фабрики на город 100 тысяч. Все села тут работают. Выходят, как супермодели оттуда. Девчонки дорого одеты. Они там имеют зарплату где-то 800 евро, 700-800 евро, не меньше. Эти фабрики называются Дракселмайер. Это немецкая фабрика. Их две. Старая фабрика и новая. И там они собирают, делают проводку для всех иномарок. Проводки. И постоянно там нужны люди. Трехсменная работа. Мои родственники все там работают. Но они же ходят шикарно одеты. Они хорошо выглядят. Они хорошо питаются. И вот когда выходит вот такая, которая никогда не хотела быть привязанной к работе, которая никогда не хотела быть привязанной к дисциплине, они просидели дома или где-то на углу семочками торговали. И сейчас вспомнили, что ей пенсия нужна. Я даже вообще считаю, что минималку ей не надо давать. Не надо давать. Она всю жизнь смеялась. Была у меня одна на работе, которой я лет 12-13 не работала. Она взяла за свой счет. Каждый день, месяц писала за свой счет. Не в каждый месяц, каждый год. Писала за свой счет и сидела на базаре. У нее точки были. Она приходила и говорила, вы такие лохи. Вы же лохи. Вы тут нищенствуете. А я в ресторане питаюсь. И когда кинулась сейчас 1 июня, нам предприятие закрыли. У нас у всех по 40 лет, а ей 4 года до стажа не хватает. Так она проклинала всех. Проклинала даже таких, вот как я. Вот нас, которые на пенсии. Я еще 3 года после пенсии там отработала. Но если предприятие закрылось, ее тоже попросили на выход. И у нее стажа нет. Она проклинала всех на свете. Мне было стыдно даже сказать, когда мы сидели и бедствовали, нищенствовали. Ты в ресторане кушала. И кричали все, что нам пенсия не нужна. Мы не доживем до пенсии. Что нам некому будет платить. Поэтому нам не надо перечислять пансионный фонд. Конечно, перечисляли лохи, вот такие, как я. И за счет меня поликнинки были строены, дороги делаются и все остальное. Это же бюджет страны. Это понятно. И вот эти вот, которые выходят, сейчас я орут, что им минималка маленькая, 110 евро. Да вам этого не надо давать. И вот те из Молдавии люди, те из других республик. Зайдите в пенсионный или закон о пенсии по Молдавии. Зайдите в закон о зарплате по Молдавии. Вы увидите. Пенсию с 2018 года приравняли к зарплате. Какая пенсия, так какая зарплата, такая пенсия. Только это надо было 40 лет об этом думать. Переходим обратно к воспитанию девочек. Пусть они живут гражданским браком. Пусть они живут с мальчиком. Пусть они снимают квартиру. Не мешайте им. Отпустите детей. Пусть они делают себе карьеру. Когда они будут уже достаточно взрослые, чтобы родить детей, детей надо рожать сознательно. Детей надо рожать тогда, когда ты уже чувствуешь, что ты уже можешь поднять этого ребенка. Ты можешь его прокормить. И не скинешь на плечи родителей. Это неправильно. Вот в селах еще вот такое есть, что только школу закончила, ее учат, готовят к тому, что она должна быть женщиной, женой и мамой. И в 17 лет у нее уже ребенок на руках. Когда возвращались с Настей с моря, передо мной, это же Кишиневский был самолет, и передо мной семья. Родители где-то лет 40. Молодым, молодым лет по 20. Может быть, ей 17, ему 20. И коляска с двухмесячным ребенком. И вы знаете, я даже... Это бабушка 40 лет была. И я в 40 лет была бабушкой. Каролинка меня в 40 лет сделала бабушка. Ей еще в 20 не было. Она уже родила двух близнецов. Тогда мода такая была 20 лет, 20 с чем-то лет тому назад. А сейчас мы уже одной ногой в Европе. Мы уже все работаем 20 лет или 10 лет все в Европе. Учатся там. Вы видите, что это нехорошо в 17 лет жениться. И вот стоят эти молодые с коляской. Она видна, что после родов еще держится за живот. И я поняла, что у нее... Она после кесарево сечения. Вы, родители, дедушка и бабушка, если вы даже заработали на ту путевку, вы ненормальные. Как на самолете везти в другую страну? Да еще сейчас в пандемии ребенка двухмесячного. Мне сказали, что ему вот завтра будет два месяца. И мама после кесарева. И вот она стоит бедненькая вот так вот. А он смотрит на нее и говорит, что ты стоишь как бомбола. Это ему 20, ей, наверное, 17, не больше. И это родители девочки были, я поняла. Родители посмотрели, никто ничего не сказал. Так улыбнулись друг другу, чтобы не обидеть зятя. И это видно, что они недавно поженились. Зачем вы женитесь 17 лет? Чтобы вот так вот уже оскорблять друг друга. Она так посмотрела, посмотрела. Она услышала, что я вот это все увидела и услышала. И говорит, слышь, ты, баран, неужели ты не понимаешь, что я после кесарево сечения? Неужели вы не понимаете, что это вы загорали? А я промучилась с этим ребенком тут. И мне было жалко ее. Честное слово. Вот этот баран, как она его назвала, он уже в 20 лет, ребенок только родился, он уже плохо к жене относится. Наверное, он такое видел у себя в семье. И плохо тому папе, вот это тесть был его, я бы его взяла бы за шкирку, так труханула, так, чтобы люди не видели, так чуть-чуть труханула, хорошо, и на ушко бы сказала, еще один раз, и ты, блин, сразу вылетишь из моей семьи. Не разрешайте родители, чтобы ваших девочек унижали. Не разрешайте. Не прощайте, даже один раз не прощайте. Простите один раз, это будет повторяться. И возвращаюсь обратно к девочкам. На них уборка, на них стирка, на них все. Вы меня еще спросили, на чем я делаю экономию, если я делаю экономию по химии. Девчонки, по химии и экономии я абсолютно не могу сделать, абсолютно. Единственное, имею одно коронный номер, я вам могу его сейчас продемонстрировать. На чем я могу сэкономить? Я могу бы сэкономить только вот на этом. Я даже взяла рядышком со мной. Вот у меня для паркета, вот такая вот жидкость, именно для паркета. И вот у меня, сейчас тазик я взяла с собой. Вот у меня вот такая вот швабра, вот такая швабра, потому что я мою паркет. Вот она открывается у вас у всех, в Европе у всех там есть. Вот такая швабра, которая открывается и на эту швабру, насаживается вот такая вот тряпка, будем говорить, из меха. Вот такая меховая тряпка. На чем я экономлю? Если вы наливаете, тут написано, один колпачок вот такой, на 5 литров воды налейте и помойте. Валя так и делала одно время. Я смотрю, что она бодяжит 5 литров вот это вот, помыла одну комнату, вода уже черная. Я сказала, Валя, так мне не нравится. Мне не нравится, мы вот этой грязной водой должны пройтись, все остальные комнаты. Знаете, что я делаю? Вот это и есть моя экономия. Вот наливаю чуть-чуть, чуть-чуть, вот в этот колпачок. Беру вот эту тряпочку, я ее немножко сцежу, таким мокрую, хорошо мокрую, чтобы вода из нее текла. Беру и вот наливаю прямо на тряпочке. Вот наливаю прямо на тряпочке, вот эту вот. И делаю, девчонки, вот этой же крышечкой делаю вот так, вот так, туда-сюда делаю пенка прямо на вот этой тряпке. Вот так, запениваю всю-всю-всю тряпку. Вот, вот она уже у меня с пенкой. Вот она уже у меня с средством. Хорошо тут средство. И я вот этой мокрой-мокрой прохожу эту комнату всю. Потом беру другую тряпку или эту же. И с водою вымываю все вот это после вот этой вот жидкости. Это как порошок для паркета. Или как полироль. Это даже не полироль. Именно вот, чтобы... И кафель то же самое. И тут у меня получается очень классно. Во-первых, я вот этой тряпкой, вот этой тряпкой, мне хватает, чтобы пройтись по всей комнате. И весь мой паркет вот в этой вот, в этом порошке. Потом я прохожусь один раз, могу второй раз пройтись чистой водой. Или, чтобы мне было лучше, у меня есть швабра с макаронами. Вот такая вот три или четыре ряда макарон. Ну, вот эти вот с нитками длинные. И я беру вот эту вот, эти макароны. И этими макаронами прошлась раз. Это так моментально делается. Прошлась два. А даже не надо второй раз. Один раз вы пройдетесь, полкомнаты прошлась. Немножко их опять простернуло. Выжало чуть-чуть, отжало. Прошлась второй раз. И прекрасно. Вот на этом одним колпачком я могу перемыть весь дом. Вот на этом у меня экономия. И точно так же средства для кафеля. Для паркета и для кафеля. А в основном, в другом, я не могу ни на чем сэкономить. Ни на чем. Если мне надо душ-кабину мыть, так я ее хорошо-хорошо пуляю вот этими средствами, чтобы действительно этот камень весь вымыть. Если мне надо краны, то я капаю себе на губку и все краны. Я не пшикаю. Я пшикаю на кран один раз. Беру губку и размазываю вот это вот по всему крану. Я не знаю, как вы это делаете. Если вы пшикаете со всех сторон, что вот это вот средство сразу, оно вытекло туда в канализацию, значит у вас экономии вообще никакой нет. Я пшикаю один раз, беру губку и размазываю по всему крану. Оставляю на 10-15 минут. Потом чистой водой вот это все смываю. Точно так же я мою и мойку. У меня есть щеточка, я вам говорю. Вот эта маленькая щетка в каждом магазине. Продается с ручечкой такой. Вы ее хватаете, набрызгали один раз, пшикнули и взяли, протерли все вот это. Девчонки, будем, наверное, с вами закругляться. Хорошей недели вам. Сегодня только вторник. Спасибо девочкам, которые сказали мне. Я рассказала, что Дорин там сделал бетонный столб, бетонный мост. И девчонки сразу мне написали. Поменяй название. Пусть он назовет этот мост Королишкин мост. Потому что королишки нету. Через речку. И пусть назовет, что, скажет, что, или говорит, что это мост любви. Они действительно прожили в любви. Это действительно. Я ему позвонила. Девчонки, спасибо за такое название. Я поменяла название ролика. И позвонила Дорину. Я сама расплакалась. Я не могла говорить от радости, что девочки вот так сильно любят мою девочку. Царство и небесное. 17-го числа будет уже. Еще две недели будет Королишки. Уже год. Представляете? Уже целый год нету нашей Королишки. Вот так. И когда я позвонила Дорину, мы так... Он притих. Просто притих. И я говорю, Дорин, Дорин. А он потом, слышу, что он плачет. И я говорю, ты что, говорить не можешь? Он говорит, давай потом. Ты не то, что расстроила. Но это такой сюрприз, что вот так вот вы назвали этот мост Королишкин мост. Он действительно будет ее... Вот сколько буду ездить по этому мосту, буду ее помнить. Девчонки, не хочу вас загонять в депрессию. Не хочу. И если вот я иногда стараюсь, вот что, я клевая. И я вот такая. И я по жизни такая. Я сейчас в большом горе. И если есть какая-то категория женщин, что хотят меня видеть только плачущего, я вам не сделаю такое удовольствие, потому что я не хочу. Я не хочу загонять всех остальных людей в депрессию. Девчонки, есть же женщины, которые написали, Марин, ты уже прекращай говорить только о похоронах, болезнях. Потому что мы уже это слушать не можем. Да, в воскресенье был такой комментарий. Я же понимаю, женщин, это у меня горе, а у вас-то горя нет. И вы хотите, чтобы я вышла и была перед вами такая вот открытая, добрая, вежливая. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Как всегда, с вами ваша Марина. Пока-пока. Темки-темки. Темки-темки по-молдавски. Это я вас целую. Темки-темки. 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 Продолжение следует...